Добрый день, уважаемые друзья, товарищи офицеры, генералы, уважаемые ветераны органов внутренних дел. Поздравляю вас и ваших коллег с Днём сотрудника органов внутренних дел. Поздравляю вас с праздником. Поздравляю вас с праздником. Они нас ценили и уважали, а они всегда составляли крепкую основу Министерства внутренних дел, достойно несли свою службу, всегда были со страной, со своим народом. В этот праздничный день самые тёплые слова признательности нашим дорогим ветеранам. Своей преданностью делу, патриотизмом, порядочностью вы задали высокую планку служения Отечеству. Именно на этот нравственный ориентир должно ориентироваться и сегодняшнее поколение сотрудников Министерства внутренних дел. Стремиться быть подстать своим легендарным предшественникам, служить честно и безупречно, работать для людей с первых шагов, беречь честь мундира и авторитет службы. Уважаемые товарищи, МВД является ключевым звеном всей правоохранительной системы. Ему принадлежит особая роль в обеспечении стабильного развития нашего общества и государства. Поэтому укрепление Министерства, его авторитета и кадрового состава, очищение от тех явлений, которые дискредитируют службу, безусловно, является одним из приоритетов развития нашего государства. Только современные, хорошо оснащённые, пользующиеся доверием граждан органов внутренних дел способны эффективно решать ответственные задачи, которые ставит перед вами общество. Прежде всего, это защита прав и законных интересов граждан, борьба с преступностью, обеспечение общественной безопасности, защита бизнеса от произвола коррупции и криминального давления. Необходимо поставить надёжный заслон на пути экстремистов и радикалов, которые пытаются дестабилизировать обстановку, расколоть наше общество. Ваша прямая обязанность без промедления пресекать любые проявления ксенофобии и национализма, религиозной вражды, жёстко действовать против так называемых этнически преступных группировок, которые часто прямо связаны с террором и с организаторами нелегальной миграции. В поле вашего постоянного внимания должна находиться и ситуация на Северном Кавказе. Стабильность в этом регионе восстанавливается непросто, даётся нам дорогой ценой. Но иного пути у нас нет. Целостность России, мир на нашей земле, безопасность наших граждан должны быть надёжно защищены. Уважаемые друзья, совсем скоро, 12 декабря, мы будем отмечать 20-летие Конституции России. В ней провозглашён высший приоритет прав и свобод граждан. За последние годы мы вместе немало сделали для укрепления законности и правопорядка, и на уровне совершенствования законодательства, и в сфере правоприменения, развития судебной системы и правоохранительных органов. Но очень много ещё предстоит сделать, очень многого предстоит достичь. Никто не должен быть выше закона, и никто не вправе его игнорировать или приступать, какой бы высокий пост не занимал человек, каким бы статусом или званием он не обладал. В том числе это касается, безусловно, и сотрудников Министерства внутренних дел при выполнении своих служебных обязанностей. Реализуя свои полномочия, вы должны действовать строго в рамках закона и в любых обстоятельствах уважать личность человека, его честь и достоинство. Эти ценности закреплены в Конституции Российской Федерации, и мы каждый на своём месте должны об этом всегда помнить. Граждане России верят в профессионализм, смелость, принципиальность сотрудников МВД, рассчитывают, что на вверенных вам участках вы будете работать на совесть. Хочу поблагодарить личный состав МВД за мужество и профессионализм. Ещё раз поздравляю вас всех с праздником, желаю вам здоровья, благополучия и успехов. Благодарю вас за внимание.